Всем привет! И мы в Казани! Мы добрались до третьей столицы нашей страны И начинаем мы нашу прогулку с пешеходной улицы Паула Вот эта вот улица такая живописная, красочная, привлекающая толпу туристов Где собраны и церковь, и кафешки, и чего только нету И мы сейчас идем завтракать А сзади нас торговый центр Кольцо Где, как написано, по крайней мере, в интернете Центр казанского шоппинга Не знаю, не ходили, но вдруг вам пригодится Казань – это центр привлечения всех спортивных и не только мероприятий Здесь проводился чемпионат мира по футболу 2018 года Один из этапов Здесь проводилась универсиада в 2013 году После которой город просто преобразился И вот сейчас WorldSkills 2019 Это чемпионат по мастерству среди различных ремесленников, скажем так Это не спорт, но в любом случае это очередное мероприятие, которое мировое Которое привлекает сюда туризм Сложно поверить, но раньше улица Баумана была оживленной автомобильной магистралью Где ходили троллейбусы, трамваи, автобусы А сейчас это облагороженное место, где реально приятно погулять и утром, и вечером В любое вообще время суток и хоть кому Здесь различные кафешки, музеи, коты, зайцы и прочие Раздадут вам флайеры на посещение чего-либо Улица Баумана в Казани нужно обязательно быть Что самое главное в хорошем отдыхе – вовремя и хорошо подкрепиться Мы пришли в добрую столовую на улице Баумана 21, где очень демократичные цены и очень большие очереди Сейчас все заснимем, покажем, идем кушать Вот это вот все мы взяли на 212 рублей Можно было взять еще что угодно В общем, в любой будет показывайте пальчиком и будет вкусно, будет много и дешево Поэтому если вы бюджетный турист, как мы с Антошкой, то гоу Баумана 21 Приятного аппетита Хочу добавить, что в доброй столовой два этажа, два зала На первом этаже вегетарианские, на втором для мясоедов, как мы Так что голодными, в общем, вы не останетесь А мы идем дальше по прекрасной улице, двигаемся к Кремлю На самом деле, если посмотреть на карту, то понятно, что здесь настолько все рядом Вот мы находимся вот здесь, вот вышли, покушали Мы двигаемся к Кремлю, а по пути улица Баумана, Петропавловский собор И все вот то, что мы хотим увидеть Так что не заблудитесь, однозначно Тем более, такие подсказочки на каждом шагу Заплатив все на 100 рублей, можно подняться на колокольню Благовещенского собора И мы сейчас покажем, какой вид открывается с нее Говорят, что Казань с высоты птичьего полета Идем смотреть Да, катакомбы, конечно Капец Сколько ей лет, кстати, эта колокольня? Не знаю, надо уточнить этот момент Мы уточним и скажем Фитнес вместо фитнеса Нам это очень нужно Кто был в Питере в Исаакиевском соборе на колонаде Тот примерно знает, к чему готовится Кто не был, ну а дышечка появится точно Для умников, которые могут захотеть позвонить в колокола Они все запломбированы Иначе такой бы перезвон здесь могли устроить Да, знаю наших людей, в общем Они просто опломбируют По-любому бы здесь целый день бы кто-нибудь звонил Отсюда видно реально на 360 градусов просто весь центр Если вот встать возле этого края Конечно, решетки немножко портят момент Но ощущения все равно непередаваемые Улица Баумана от начала и до конца Там вдалеке уже Казанский Кремль Даже купол цирка городского Казанского видно Развернуться в другую сторону Здесь центр кольцо и оживленная автомагистраль Смотрим сюда Здесь золотые купола храма Ну и стройка немножко портит вид Единственный минус это ветер, который просто сносит Мы думали в Питере ветры Но здесь это что-то невозможное Но ничего, нас этим не напугаешь И самый огромный плюс, что мы приехали сюда в марте, а не летом Потому что здесь никого кроме нас нету Летом вас бы со всех сторон дергали Сказали, я хочу сфоткаться, я хочу сфоткаться О, пожалуйста, срочно попейтесь Мы здесь кайфуем, снимаем, фотографируем И, кстати говоря, кто хочет приблизить и рассмотреть все детально То вот, пожалуйста, вам очки Окуляры Окуляры, в которых вы за 50 рублей минута Если не ошибаюсь, за 100 рублей 3 и за 500 рублей 20 минут Но они офигели, конечно, немножко Но не суть В общем, вы можете приблизить и рассмотреть все более детально А мы сейчас еще поснимаем и идем вниз Потому что здесь, ну, очень холодно Но клево Куплю козу Номер телефона Ты меня продать, что ли? Так, что тут еще у нас есть? Казань, что, 2010 или 2010? Ну, видимо, из будущего они Из будущего Понятно Продал гараж Одним из символов Казани на улице Баумана является карета Екатерины II Говорят, что она сделана по прототипу кареты, которую оставила Великая Императрица Кстати говоря, именно после нее здесь разрешили строительство мечети Поэтому посидеть здесь, прикоснуться хотя бы к колесику Говорят, приносит удачу Так что не пропустите Еще один символ Казанской пешеходной улицы Это вот такой вот казанский котик Говорят, что вообще вот история про казанских котов началась со времен Елизаветы Петровны Нашей прекрасной российской императрицы Которой понравилось в Казани, что здесь нету мышей И она решила забрать с собой 30 вот таких вот хвостатых красавчиков В свой дворец, которые ловили ей потом мышей Говорят, что они и поныне там, не знаю, не проверяли Вот этот вот пупсик, говорят, если ему потереть вот так вот это пузико, то пронесет удачу Так что после кареты и после кота удача нам с Антоном обеспечена Дай ему пузы поторыхнуть Если вы добрались от начала до конца улицы Баумана То вы как раз прямиком выходите к Казанскому Кремлю Говорят, что это одно из самых старинных строений здесь Дата его основания датируется чуть ли не 12 веком Вход в сам Кремль свободный Но каждый музей, который внутри, кроме мечети и церкви Стоит определенную сумму Говорят, можно взять на входе единый билет Сколько мы сейчас узнаем Но мы в музеи не пойдем Так как, если вы нас смотрели раньше, знаете, музеи мы не особо любим Мы идем просто гулять внутри Так как это целый комплекс, чего можно посмотреть Обязательно зайдем в мечеть и хотим зайти в церковь Кремль Позади меня находится прекрасная голубо-белая мечеть Кол-Шериф Один из главных символов Казани Который, если честно, видно со всех ракурсов города Ну, по крайней мере, если чуть-чуть поближе, чем на окраине находишься к ней В 1552 году, когда ворвались российские войска сюда, на территорию Казанского ханства Было разгромлено и сожжено все И предводитель, который был здесь на тот момент Кол-Шериф, как раз-таки Саид Кол-Шериф Был убит, как и все его войско Мечеть была подвержена пожару Только в 1995 году президент республики Татарстан Шаймиев подписал указ о воссоздании этого прекрасного памятника истории И вот она сейчас стоит позади нас и ежегодно привлекает такое количество туристов, что некоторым местам Казани это и не снилось И нас тоже привлекает, мы идем туда Мечеть работает ежедневно с 9 до 19.00 Кроме пятничного промежутка времени с 11.30 до 13.15 во время намаза Мы идем во внук Мечеть работает ежедневно с 11.30 до 14.30 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 Впечатление после посещения мечети Такие неоднозначные Симпатичная мечеть, но она больше все-таки Как, в отличие от стамбульских, например Она больше как под туристов все-таки сделана То есть вот там отдельно туристический балкончик Отдельно зона входа для туристов Не обязательно там юбки и так далее Конечно, одежда должна быть приличная Мечеть классная, честно, нарядная такая, прям современная Ну здорово, стоит обязательно зайти внутрь А мы сейчас направляемся К еще одному храму Это Благовещенский собор, который Самое зрелое сооружение здесь На территории Кремля Казань это город с тысячелетней историей Здесь тесно переплетаются и христиане И мусульмане И спокойно, мирно сосуществуют То есть вот мы только что вышли из прекрасной мечети Кулшериф и вот сзади нас уже стоит Потрясающее здание Благовещенского собора Купола которого яркие, красочные Видно просто с каждой точки Если вы стоите где-то в низине Это здание, это сооружение одно из самых зрелых и взрослых на территории Кремля Внутри собрано, если верить интернету, огромное количество интересных икон, рукописей Поэтому мы обязаны зайти вовнутрь и показать вам А еще если обойти Благовещенский собор с другой стороны То вы попадаете на потрясающую смотровую площадку Где летом хорошо просматривается река Казанка Колесо обозрения Дворец земледелия, к которому мы спустимся после посещения Кремля Дворец земледелия, к эпигамитная Мы только что вышли из храма, храм работает с 9 до 19.00, а сзади нас уже прекрасная башня в Сиюмике, она относится к разряду падающих башен, потому что мы специально встали на этом месте, если предвидеться, видно угол ее наклонно. Так что мы еще посоперничаем с итальянской Пизанской башней, ну, конечно, вообще я шучу. А что там какая-то история есть, что надо что-то до нее дотронуться, да? Ну да, есть такая история, что надо дотронуться, как вот мы гладили пузо коту, короче, как мы сидели в карете, но на самом деле это больше мифологическая история, что Иван Грозный, когда ворвался в Казань, убил татарского князя, хана, как у них там это называлось, я не буду врать, и хотел жениться на его жене царице Сиюмике, татарской царице. И построил специально для нее вот это вот, за несколько дней по его указу была построена вот эта вот башня, куда заперли эту царицу, а она от нежелания выходить замуж за этого палача российского сбросилась седьмого яруса этой башни. На самом деле, если брать исторические факты именно, то царица была арестована, взята под стражу, отправлена и выдана замуж насильно за какого-то шаха, хана, точно не буду убрать вам. Но в любом случае, история такая интересная, привлекающая туристов, и что самое главное, там очень красивая смотровая площадка с верхних ярусов башни, но туда нельзя попасть, поэтому можно любоваться только снаружи. Для чего надо вообще прикасаться к ней? Прикасаться, чтобы она типа не упала, чтобы вот это вот, вот себя вот эту вот силу вобрать, и типа поддержать башню, прикоснись к башне, поддержи ее, вот такой вот. Все, пойдем держать. Пошли держать башню. В общем, если вам нужна удача в любви, и вы около башни Сюембике, загадывайте свое желание, прислоняйтесь спиной, постойте какое-то время, и, как обещают, желание сбудется. А если вы просто хотите исполнения каких-то своих желаний, четко формулируйте в голове три желания, никак не связанных с любовью, встаете, прислоняетесь лобом к этой башне, постойте какое-то время, подумайте о своих желаниях. Я вот сейчас это сделаю, надеюсь, что никто мне не вызовет скорую помощь, но я хочу, чтобы мои желания исполнились. Настя, ты ее лбом, что ли, придерживаешь, чтобы она не упала? Да, только наоборот, я ее толкаю, получается, потому что откос в сторону идет. В смысле, она в другую сторону, что ли, сваливается? Да. Понятно. Смотри, ты ее сейчас свалишь. Все, я взгляну. Можно идти дальше. Наши желания должны сбыться. Между Благовеченским собором и башней Сюембике официальная президенция президента Республики Татарстан. Конечно же, туда туристов не пускают, но просто посмотреть, минуту времени стоит отнять у себя. А мы идем на выход из Кремля и дальше по плану Дворец земледелия. Если спуститься от Казанского Кремля, то можно попасть вот к этому прекрасному дворцу, Дворец земледелия, выполненный в таком европейском красивом стиле. Сейчас это Министерство сельского хозяйства, и его нужно смотреть вечером. Если у нас сегодня получится, мы обязательно вернемся, когда все здесь горит. И вот это вот по центру дерево загорается таким зеленым. Купол зеленый, вокруг везде подсветка. Вообще Казань дневная, Казань вечерняя, это две разные, две разные Казани. А еще, если повернуться в ту сторону, то можно увидеть вход на Казанскую Кремлевскую набережную, где летом можно очень здорово погулять вдоль реки Казанки. Но сейчас мы замерзли так, что мы просто идем искать, где можно попить чай и отогреть наши ноги. Ну и дай бог вернемся, покажем вам эту набережную. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Первый Петропавловский собор в Казани. И с нашим невероятным везением он на реке от струкции. Но слава богу, он открыт. Не, ну храм открыт. Храм открыт, во внутрь мы попадем. Но вот эту вот красоту, вот этого вот стиля, вот этих вот резных, красивых таких расписных стен, увы, мы не увидим. Можете посмотреть в интернете. Ну, вернее, мы видели, мы знаем, мы хотели показать. Но, увы, все, что можем показать, это вот эта вот потрясающая надпись «Храм открыт». Возле набережной около озера Нижний Кабан расположился вот этот вот потрясающий Казанский федеральный университет. Он один из десяти федеральных в России и третий после Москвы и Санкт-Петербурга. Вот просто это для чего мы говорим? Для понятия масштаба. Насколько Казань все-таки значимый город в Российской Федерации. Поэтому, именно поэтому сюда прутся толпы туристов. Лично я здесь уже шестой раз. Именно поэтому мы решили приехать сюда на выходные заснять этот ролик. Потому что вот даже университет третий по значению в России здесь. В самом центре города Казань, напротив университета федерального, который мы только что вам показали, и рядом с театром Камала, расположилось одно из озер системы Кабан, Нижний Кабан. Здесь благоустроены набережные, летом работают катамараны. Зимой, конечно, вы не оцените этой красоты, но как бы там ни было, оно здесь есть. И для любителей Казани и всего, что с ней связано, думаю, вам понравится фильм «Сокровище озера Кабана», который снимался вот примерно здесь. Там играет Алексей Воробьев, Мария Кожевникова и так далее. Просто реально было очень интересно посмотреть вот с точки зрения кинематографа. Также вот с той стороны, сзади меня, если приглядеться, старая татарская слобода, куда мы попадем завтра, там же татарская деревня, кукольный театр. В общем, другая сторона медали, скажем так. А сейчас мы направляемся в наш хостел, где возьмем вещички и идем в аквапарк. Ведь какое посещение Казани может быть без аквапарка? Это просто нереально. И, кстати говоря, именно из системы озер Кабан вытекает этот вот канал Булак, который делает похожим Казань на нашу северную российскую столицу. Едем в аквапарк на автобусе. Сейчас пик, как обычно. Раздавленные толпой в автобусе, мы, преодолев все трудности, добрались-таки до аквапарка, который вон там. И сейчас мы идем полискаться. Как получится. Да, дай бог, получится все ок. Любуемся прекрасным колесом обозрения. Не знаю, какой оно высоты, посмотрим. Но, судя по виду, издалека кажется больше нашего, намного. У нас в Уфе 48,50 метров. Здравствуйте. Два пилета на два часа. Булапарк стоит на два часа 690 рублей. Если брать на четыре часа в будние дни, я забыла сказать, то 940. Конечно, четыре часа это выгоднее, но у нас уже просто их нет. Поэтому мы пришли вечером, когда народу меньше. Раздевалка общая. Аквапарк «Ривьера» в Казани – один из крупнейших в России. В год аквапарк посещают более 2 миллионов человек. Более 50 различных аттракционов, горки на любой вкус, от семейных, спокойных до самых экстремальных. Здесь вы сможете покачаться на волнах волнового бассейна и представить себя на море, проплыть по течению в реке Амазонка. За дополнительную плату можно почувствовать себя серфером, засунуть ножки к прожорливым рыбкам, а много разных баров и кафе не оставят вас голодными. Здесь вы сможете круглый год поплавать в бассейне под открытым небом и поплескаться в теплой водичке, полежать на гидромассажных кроватках и как бонусом полюбоваться на колесо обозрения, которое по вечерам очень эффектно светится. Отдельного внимания заслуживает спа-зона аквапарка. Джакузи, гидромассаж, турецкая баня с густым влажным паром, а после сухого жара финской сауны непременно стоит дернуть за веревочку и катить себя ледяной водой. Мы только что покинули зону аквапарка. Сидим сейчас в холле, пытаемся прийти в себя. Два часа это очень мало, честно. Каждым взрослым живет маленький ребенок, поэтому нам хотелось бегать, прыгать, сидеть в сауне, проливать на себя это ледяное ведро воды. В общем, два часа мало, если вы хотите реально отдохнуть душой, побегать, попрыгать, повеселиться, попробовать все горки и не один раз. Если вы приходите тем более днем, днем с больше народу, то минимум четыре, а лучше целый день забуриться сюда, покайфовать, опустить ноги к рыбкам, засунуть бошку к куле, заказать массаж, покататься туда-сюда по медленной реке, посмотреть на этот прекрасный вид. В общем, просто наслаждаться жизнью. Казанский аквапарк действительно стоит посещения. Не зря куча туров из разных городов, близлежащих регионов сюда, в Казань на выходные, аквапарк на выходные, потому что реально классный аквапарк, классные горки, зона для детей, зона для взрослых. Не пожалеете, получите удовольствие. Мы сейчас отдыхаем, впечатление укладываем по полочкам и идем дальше. А мы стоим на остановочке, чтобы ехать обратно. Из центра, от торгового центра кольцо до аквапарка и обратно можно доехать до автобуса номер 54 и прямо вот аквапарк рядышком. Сегодня был очень насыщенный день. Находились, накупались, нагулялись, наснимались. И сейчас очень устали и идем отдыхать. А заканчиваем мы наш день на суперсветящейся улице Баумна, где мы сегодня целый день ее все исходили, переходили. Я хоть в кадр залезу разочек. Да, Антошка, хоть разочек в кадр залезь, а то все за ним, да за ним. Так что завтра у нас впереди еще несколько мест, которые мы заснимем прежде, чем ехать домой. А пока что не забудьте поставить лайк, если вам понравилось наше видео. Подписывайтесь на каналчик, как всегда. Жмите на колокольчик, если хотите получать уведомления о наших новых роликах. На колокольник. Да, на колокольник. И всем пока! Я проснусь ближе к ночи города. Пульс, как мой неровный почерк, бьется и в частности, между прочим, льется. Гармония огней и музыки, луны и солнца, город проснется. Из век в век передается течением по Волге, по реке, стены Кремля. Помнят войны, историю сиюмбеке прошло уже, зажили былые раны. Неповторимый облик, словно из камня высечен, моей родной Казани. Тысячи историк высчета, только года не в счет. Казань с годами молодеет и цветет. Звезда не гаснет, над ней года не властны. Казань неиссякаемый источник страсти. Мерзная звезда, вот уж тысячи лет. Горят твои огни, Казань, родная.